Давайте пока выступление не закончилось, вместе с вами немножечко его посмотрим. Играет музыка. Ну вот сейчас выступает Наталья Жаворонкова, она уже вторая, которая выступает здесь, на этих домашних, скажем так, паралимпийских играх. Вот смотрите, ну красота действительно, вот на лошадях, как они справляются. Дело в том, что приоткрою завесу тайны, пообщаться с нами до старта не получилось. Вот есть такая примета, у спортсменов не разговаривают они с журналистами, не дают интервью перед своими выступлениями, потому что собираются силами, волнуются обязательно потом с ними поговорим. Потому что, ну, такая альтернатива паралимпийским играм, которые сейчас проходят в Рио-де-Жанейро. Да, и все мы знаем, что наша паралимпийская сборная туда не поехала, хотя я отмечу. Вот Наталья Жаворонкова, Наталья Мартьянова и еще одна наездница, еще одна спортсменка. Все они втроем впервые за всю историю российского спорта. Они получили возможность участвовать в паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Не только в личном составе, скажем так, но и в командном зачете. Но выступать им только можно было под флагом Международного паралимпийского комитета. Но девушки отказались и вот решили все-таки, что туда в Рио-де-Жанейро они не поедут. А все то, что готовили в этот, скажем так, период и все, к чему стремились, они вот сейчас, сегодня, они демонстрируют здесь. Но вот здесь много зрителей. Давайте я вам покажу. Вот закончила она свое выступление. Вот сейчас уже возвращается обратно. Но давайте пройдем. Вот здесь не только, скажем так, просто зрители, здесь еще и те, которые тоже будущие спортсмены, которые в конных школах сейчас учатся. Вот девушкам давайте подойдете, подойдем. Добрый день. Ну вот как вам выступление, Наталья? Что скажете? Ну меня, честно, завораживает. И ее силу духа можно только позавидовать. Вы что скажете? Ну, конечно, они огромные молодцы. Они, конечно, очень готовились к этой Олимпиаде, очень надеялись, чтобы поехать туда. Но вот, к сожалению, случился вот такой вот конфуз. Вот, ну, конечно, Максима Стейблс молодцы, что организовали такой домашний турнир, где они могут прилиться для себя. И мы вот приехали поддержать, поддержать наших спортсменов морально, потому что они очень сильно, очень тяжело готовят. Это было огромное разочарование. Вы уже выступили, я так понимаю, в поддержку, да? Да. Теперь вы только смотрите и... И наслаждаетесь. И наслаждаетесь. Ну вот будем тоже наслаждаться вместе. Ну вот сейчас такая еще тоже покажу вам небольшая развлекательная программа. Давайте чуть дальше отойдем. Посмотрим. Ну, действительно, очень сильно тренировались. И когда свое решение ВАДу приняла, и когда объявила о том, что они не смогут выступать под российским флагом. Действительно, это был большим ударом для наших паралимпийских наездниц. Ну вот сейчас еще тоже такие принимают участие еще и другие гонные школы. ВАДу Москвы и Московской области, которые, скажем так, хотят тоже таким образом этот день сделать особенным для паралимпийцев. Таким образом их поддержать и, конечно же, посмотреть на то, что они готовили. Потому что действительно много сил было приложено к этому, много было чего сделано. Они усиленно готовились, и причем готовились они и не только здесь, в России, готовились и за границей. В частности, когда узнали это решение о том, что на Олимпиаду они не поедут, тогда девушки находились в Германии. У них шел усиленный этап подготовки. Но еще раз я напомню, что эти три спортсменки, Марина Виноградова, Наталья Жаворского, Наталья Мартьянова, они впервые за всю историю российского паралимпийского лутконового спорта, они впервые получили путевку на Рио, на паралимпийские игры. Но вот, к сожалению, воспользоваться этой путевкой они не смогли по своим убеждениям. Поэтому сегодня они здесь и показывают нам, что готовы. Потому что не зря и даже западные СМИ писали о том, что они были бы на паралимпийских играх в Рио фуборитками. И не исключено, что и финал паралимпийских игр, что касается конного спорта, также был бы российским. И не исключено, что возможно, мы взяли бы все призовые места, от бронзы до золота. Но сегодня мы здесь смотрим, гордимся ими, поддерживаем и смотрим на их выступления.